Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов проследовал к берегам Сирии через пролив Ла-Манш и заставил говорить о себе. Первый дальний поход за несколько лет и к тому же след черного дыма за кораблем растянулся на сотни метров. Одни называли крейсер авианосцем Курильщика, другие подписывали фотографии с дымящимся кораблем Подари Дрова и сравнивали его с исландским вулканом Майофят Ла-Укудль. Люди противоположных взглядов писали, что авианосец напугал Запад и НАТО истерит. Адмирал Кузнецов отправился в поход из Североморска на Кольском полуострове 15 октября. Военный обозреватель Александр Гольц рассказал настоящему времени, зачем российский флот идет в Средиземное море и чем он на самом деле может удивить. В Советском Союзе, поправьте меня, если я не прав, флот использовался для поддержания жизнедеятельности атомных подводных лодок на случай ядерной войны. Что сейчас вдруг случилось в связи с войной в Сирии? Надо продемонстрировать, что у нас тоже есть флот. Для кого этот корабль заходит в Средиземное море? Есть ли у него цели на территории Сирии, которые необходимо отрабатывать только с применением вот такой группировки? Советский военно-морской флот предназначался для защиты наших подводных ракетанов. Он должен был на море уничтожать любую угрозу для наших атомных подводных лодок, чтобы в нужный момент они могли запустить свои ракеты по Соединенным Штатам Америки. Поскольку Россия унаследовала флот Советского Союза, волей-неволей возможности этого флота определяют и возможности России. Поэтому так уцепились в свое время за возможность купить десантные корабли Мирсмистра. Они позволяли в современной ситуации делать то, что теоретики называют проекцией сил. Действительно, очень немногие российские корабли способны работать по суше. Поэтому и для меня тоже некоторая загадка, почему была послана такая гигантская группировка. Собственно, к берегам Сирии сейчас идет все, что может доплыть до Средиземного моря. При этом, собственно, участвовать в военной операции в Сирии могут только адмирал Кузнецов и два малых ракетных корабля. Правильно ли я понимаю, если можно коротко ответить на это, что для военных специалистов все, что сейчас увидят на спутниках и вблизи иностранные наблюдатели военные, а для них ничего не будет удивительным, ничего нового о российском флоте не узнают, ничем Россия принципиально не удивит и, видимо, и не собирается. Ну, я бы не сказал так. Опять-таки повторю, способность собрать единый кулак, чтобы доплыть до Сирии, в общем-то, она многого стоит. Это свидетельствует и об определенной степени организации. Ну, что же он дымит? А не важно, что дымит, главное, что идет. Да, совершенно справедливо. И что он донесет некоторое количество самолетов, которые могут выполнять боевые задачи. Вот самое интересное начнется через неделю. Мы посмотрим, с какой интенсивностью будут совершаться полеты на дыраках. Спасибо большое, Александр Гольц, студент «Стойди «Настоящего времени». Спасибо. Спасибо. Спасибо.